МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД Удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации межрегиональной общественной организации Центр содействия коренным малочисленным народам Севера Почему в России закрывают организацию, защищающую права коренных народов Как в России преследуются правозащитники коренных народов Какие коренные народы исчезли в России и сколько еще находится под угрозой исчезновения Об этом поговорим в 24-м выпуске блога Liberate Crime Центр содействия коренных малочисленных народов Севера Это ведущая экспертная организация, которая около 20 лет защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России И поднимает проблемы коренных народов на международном уровне Имея специальный статус в экономическом и социальном совете ООН И аккредитацию при агентствах и структурах ООН По данным самого Центра, формальные претензии Минюста России Связаны с юридическим адресом организации И несоответствием устава новому законодательству Министерство юстиции РФ могло выбрать более мягкую меру воздействия, чем ликвидация Например, приостановление деятельности до устранения недостатков Но налицо нежелание властей содействовать в работе организации И преднамеренная политика ее закрытия Центр подвергается давлению на протяжении последних 5 лет Так, в 2015 году Минюст России принудительно внес организацию в реестр так называемых иностранных агентов И оштрафовал на 300 тысяч рублей Организация отказалась от иностранного финансирования А в 2018 году Минюст России исключил ее из реестра В 2014 году пограничная служба РФ не выпустила директора Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родиона Селензига из страны для участия в конференции по вопросам коренных народов в Нью-Йорке Против него было возбуждено дело об административном правонарушении 11 декабря 2016 года накануне форума аборигенных народов в Москве Сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Родиона Селензига Изъяли ноутбук и доставили правозащитников в полицейский участок для допроса В 2017 году обыск проводили в офисе Центра И изъяли документы организации и компьютер А брат главы организации Павел Селензига Который также является защитником прав коренных и малочисленных народов Эмигрировал в США Попросил политического убежища И заявил об угрозах и преследовании со стороны ФСБ Данное решение это давление на организацию И ее руководство за правозащитную деятельность По отстаиванию прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Приняв решение о закрытии Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Россия грубо нарушила декларацию ООН о правах коренных народов В частности статью 1, 2, 5, 38 и 40 Хочу напомнить, что коренные народы имеют право на полное осуществление всех прав человека и основных свобод Признанных в уставе ООН Всеобщей декларацией прав человека и в нормах международного права Касающихся прав человека Коренные народы имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществлении своих прав Закрывая Центр, российская власть грубо нарушает как коллективные права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Так и индивидуальные права их представителей А также препятствия достижению цели декларации ООН о правах коренных народов Подобные действия можно квалифицировать как очередной шаг российской власти в преследовании защитников прав коренных народов России И целенаправленную политику по искоренению малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Так, например, в России с 2000 по 2010 годы вымерли два коренных народа Алюторцы и Кереки Еще более 10 народов под угрозой исчезновения, численность которых составляет менее 2000 человек Что ж, мы являемся свидетелями преступлений И поэтому необходимо объединить усилия международного сообщества, коренных народов мира, международных правозащитных организаций Для давления на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований правозащитников коренных народов И отмены ранее вынесенных судебных решений Московского городского суда в отношении Центра содействия коренных малочисленных народов Севера До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok